Всем привет, друзья! В этом видео я покажу вам аппаратный маникюр в моем исполнении и больше ничего, так как видео получается и так очень продолжительное. Почему решила снять? Все благодаря вам! Я читаю все ваши комментарии и вижу, когда вы пишете, что с удовольствием вы посмотрели то или иное. И хотя на канале уже достаточно много видео с аппаратным маникюром, ну будет еще одно. И может быть чуть более продолжительное, чем все остальные. Прошу учитывать тот момент, что за 20 лет моей преподавательской деятельности я не преподавала маникюр. Хотя запросов было много, тема очень серьезная. И я считаю маникюр отдельной вселенной, и чтобы его преподавать, надо знать все и очень глубоко. А я все-таки больше по моделированию и дизайну. И еще хочу сказать, что слабонервным, наверное, лучше не смотреть, так как в этом видео будет мой большой палец левой руки, на котором расщепление, а не хорексис. Сколько я советов выслушиваю в отношении него, когда он попадается в видео. И что у меня рак, и грибок надо лечить, прежде чем покрывать ногти. И грязь надо чистить под ногтями. Очень много советов было по восстановлению. Но эта проблема со мной уже не один десяток лет, и перепробовано было все, все, что только можно. Кроме одного хирургического удаления ногтевой пластины. Но я прекрасно понимаю, что этой травме такое не поможет. И прям-таки был момент, когда я начала его стесняться. Вот так и насаждаются комплексы. Расскажу вам его историю по пути. Моя левая рука. На правой я вам уже показывала аппаратный маникюр. Там сильно не разгонишься. Но ссылку на видео я оставлю в комментариях для тех, кто не видел и захочет посмотреть. Давно было это видео, можете сами и не найти. Кутикула у меня изможденная антисептиками. Как вы знаете, я работаю большую часть времени без перчаток. Поэтому, может, она и была бы мягкая и пушистая, а так грубая и сухая. Это не мой ноготь. У меня стоят мягкие гелевые типсы. Я честно сопротивлялась, но устоять не смогла. Вот, тестирую. Итак, у меня стоят типсы на свободном крае. И все перекрыто жесткой базой Latex Strong Base. Очень тонким слоем. Только чтобы выровнять поверхность. Толщина покрытия где-то 0,5 мм. Я поставила типсы, приточила их, покрыла базой, удалила дисперсию и забафила поверхность. Ношу даже без топа. Тесты есть тесты. Надо понимать, как мягкий пластик себя ведет в максимально неукрепленном виде. Ношу я их уже месяц. Изнутри видно, что свободный край отрос на 2-3 мм. Я его периодически подчищаю изнутри фрезой. Притачиваю к пластику, чтобы не было ступеньки. И конечно покрытие отрастает. Ноготь растет глянцевый. И я бафиком подшлифовываю их сверху, чтобы сделать всю поверхность вновь матовой. Поэтому сейчас перехода покрытия и не видно. Но в целом мне понравилось. Тонкие, эластичные, легкие. Чисто на ощущениях, как родные. И скорость. Конечно, возни с ними меньше. Да и знаний моделирования каких-то особенных не требуется. Форма у Типс уже задана. Архитектуру выстраивать нет необходимости. И они, как показали мои тесты, достаточно крепкие. Не такие, как раньше были. Перед тем, как приступить к маникюру, надо обработать руки клиента антисептиком. И дать ему высохнуть, так как на влажную кутикулу отодвигать неудобно. В особенности на влажных руках. Этанол сушит кожу, высыхает на руках быстро. Но иногда и этого недостаточно. Поэтому многие используют тальк, детскую присыпку или профессиональные продукты, дегидрирующую присыпку. Плюсы, конечно, есть, особенно на влажных руках. Это и дегидрирующее свойство. То есть она подсушивает и кожу, и ногтевую пластину. Вследствие чего маникюр выполняется быстрее и качественнее. Также присыпка проявляет все роговевшие участки, все шероховатости. Что снижает, уменьшает риск травмировать живые клетки эпидермиса. И фреза практически не забивается, но и как следствие служит дольше. Основные фрезы, которые я использую чаще всего. Первая, большая пуля диаметром 50. Вторая, конус. Далее идут пламя и укороченное пламя. Или еще ее называют почка. У разных производителей все по-разному называется. В данный момент моими фаворитами являются первые две фрезы. Большая фреза пламя и конус. Но показывать буду стандартным и привычным для всех пламенем. Хотя она сложная в работе для новичков из-за округлости в центральной части. Предназначение первой партии фрез. Используются они для поднятия и зачистки кутикулы. Также для обработки пазух. Расположение фрезы в работе. Ось фрезы должна быть развернута под углом к линии кутикулы. Не перпендикулярна. Это снижает риски при случайном движении клиента ткнуть и травмировать его. Угол наклона ориентировочно 45 градусов плюс-минус. Работая в синусе, этот угол почти не меняется, как и при работе в боковой пазухе. Теперь угол наклона фрезы по отношению к ногте тоже плюс-минус 45. Зависит от объема выпуклости и изгиба боковой линии фрезы. Мастера эту часть называют пузиком. Не рекомендуется приподнимать высоко и упирать носик фрезы в ноготь, так как однозначно будет пропил. А если глубоко, то я не хорексис, как у меня на большом пальце, то есть травма матрикса. Также не рекомендуется слишком низко опускать фрезу и упираться пузиком в натуральную ногтевую пластину. Это тоже пропил, плюс носиком фрезы травмируется внутренняя поверхность валика в пазухе. А основную функцию зачистки птеригия в таком положении фрезы выполнить практически невозможно. Включаю аппарат, работает у меня на форварде, то есть это вращение фрезы относительно своей оси по часовой стрелке. Скорость для грубой кутикулы 15 тысяч оборотов. Я не работаю на высоких оборотах, мне нравится именно так. А для новичков рекомендую начать с 10-12 тысяч оборотов. Эта же скорость и на влажных руках. Начинаю от центральной оси ногти или чуть ближе к левому синусу. С тяжковыми движениями шаг за шагом. Слежу за наклоном фрезы и достаточно часто смахиваю пыль. Движение должно быть легкое, без давления на фрезу. Фреза крутится и делает все сама. Мне нужно только правильно ее держать и следить за углом наклона. Линия кутикулы и синус чистые, можно переходить в боковую пазуху. Угол наклона в пазухе. Фактически он не меняется глобально. Вот здесь я выхожу из синуса и двигаюсь в пазуху. И угол наклона оси фрезы остается тот же. Необходимо такое положение, чтобы пузико фрезы не касалось ногтя, а только верхняя ровная рабочая поверхность фрезы. И при этом носик лежит в пазухе. И сбоку это выглядит вот таким образом. Верхняя рабочая часть фрезы, то есть от носика до пузика, лежит на валике. Какой у нас профессиональный сленг интересный. Ох, сейчас обязательно кто-нибудь по этому пройдется. Ну что ж, посмеемся. Здесь тоже не должно быть особого давления. Аккуратные легкие поглаживающие движения по коже валика. Чтобы забраться глубже, не надо давить на фрезу. Надо максимально отодвинуть, натянуть валик. Чаще всего работаю фрезами с синей насечкой. Цветное кольцо у основания указывает на степень абразивности, на жесткость фрезы. Желтая самая мягкая. Красная мягкая. Синяя средняя. Зеленая более грубая. И черная грубая. В маникюре чаще всего используются синие и красные. Они универсальные и подходят для клиентов с чувствительной кожей и гипергидрозом. Более грубые подходят для обработки мозолилостей. И теперь движение в противоположную сторону. Только по коже. Это движение отворачивает ороговевшую кожу. Как говорят мастера, поднимаем юбочку. Но это не все. Также выглаживается внутренняя поверхность кожи валика. Переключаю аппарат на реверс. То есть фреза теперь крутится по отношению к своей оси против часовой стрелки. И здесь все то же самое, только угол наклона фрезы разворачивается в противоположную сторону. И также необходимо следить за углом. Фреза не должна быть под углом 90 градусов к кутикуле. И стежковыми движениями продвигаться к синусу. К изгибу линии кутикулы. И в правый боковой валик. Периодически смахивая пыль. Скорость также 15 тысяч оборотов. Движение легкое, скользящее. У меня глубокие пазухи, фреза входит далеко. В случае, если пазухи не глубокие, то лучше использовать укороченное пламя или почку. Обязательно заглядываю в горизонт. Если кому-то непонятно значение этого слова, то это видимая линия стыка кожи валика и натуральной ногтевой пластины. Дочищаю те места, где остаются склейки. Не меняя положение фрезы. Продолжение следует... Боковая пазуха. Своим мизинцем натягиваю кожу и прорабатываю. Движение в обратную сторону. Отворачиваю и приподнимаю роговевшую кожу. Носик фрезы не должен касаться ногтя. Носик фрезы не должен касаться ногтевой пластины. Продолжение следует... Что касается щетки. Часто встречаю комментарии про эту щетку. Жесткая щетина, которая причиняет боль. Друзья, это профессиональный инструмент, предназначенный и рассчитанный именно для этой цели. Если вы испытываете неприятные ощущения во время смахивания этой щеткой, это говорит о том, что вы перетерли кожу валиков. Я специально спросила у каждого из своих клиентов, что они чувствуют. И ни один не сказал о неприятных ощущениях, не то чтобы о болевых. Я ее надеваю на безымянный палец. Мне нравится так. На безымянном она сидит плотнее и меньше болтается. На мизинце она болтается и во время работы очень мне мешает. Но это личные мои ощущения. В любом случае, каждый находит для себя оптимальный вариант. Щеточки одноразовые. Обработки не подлежат. Если вы сами себе режиссер, делайте себе и никому больше, то конечно она вечная. Достаточно ее после маникюра тщательно промыть под проточной водой и высушить. На руке я ее почти не замечаю и иногда даже забываю, что она там. Фрезы для среза кутикулы. Мои фавориты шары или сферы. Я использую диаметр 30, 40 и 50. Самый удобный для меня 40. И фреза скругленный цилиндр. Его еще называют бочонок или микрофон. А, да, еще есть название валик. Почему-то считается, что шар малофункциональная фреза и подходит только для среза кутикулы и не подходит для работы с боковыми валиками. Не знаю, почему бытует такое мнение. Мне кажется, она отлично справляется с этой задачей. Я работаю с 40 диаметром, скорость 10000 оборотов и ниже. Аппарат на форварде. Если диаметр фрезы больше, скорость необходимо сделать меньше. Иначе будет припекать. Я обрабатываю роговевшую кожу на правом валике. Здесь она чаще всего грубеет. И здесь бы хорошо натянуть валик, но самому себе сложно это сделать. И срезаю юбочку. Многие пишут, что не получается шаром срезать. Здесь все не очень сложно на самом деле. Все дело в трех аспектах. И как всегда, это касается углов наклона фрезы. Ось фрезы под углом 45 градусов к линии кутикулы. Шлифует валик и еще приподнимает кутикулу. Стоит изменить угол наклона на больший. Шар начинает срезать. Только не ставьте фрезу совсем под прямым углом к кутикуле. Он будет заворачивать кутикулу опять, а обратно к ногтю. Многие пишут, что все выполняют, но все равно не получается. И третий аспект, и он очень важный. Ось фрезы должна быть всегда при любых углах и разворотах параллельно ногтю. Точнее, я бы сказала, что ось фрезы параллельно зоне валика, с которой проводится работа, а не ногтю. Как только появляется угол наклона, шар начинает капризничать. Вот так шарик работает. А в таком положении уже нет или очень плохо. Под углом 45 градусов. Приподнимаю и шлифую. Поменяла угол, срезала. Если угол не поменять, кутикула будет ползти и ползти дальше, но не срежется. В синусах на изгибах также разворачивается и фреза. И вот боковой валик. Искренне не понимаю, почему считается шар не такой функциональной фрезой в сравнении с цилиндром. Прекрасно справляется на валиках и удаляет роговевшую кожу. Ну, разве что величина зоны соприкосновения с кожей у цилиндра площадь касания будет, конечно же, больше. И это сокращает время, но не намного. Подушечку пальца под ногтем шлифую обязательно. Удаляю пыль. Надо досмотреться и дочистить все оставшиеся шероховатости, так как не всегда силиконовый шлифовщик справляется с ними. Продолжение следует... Мне нравится вот такая заостренная форма и больших, и меньшего размера. Они бывают разных оттенков. Зеленый самый мягкий. Только мягко шлифует и полирует кожу. Серый более функциональный. Счищает мелкие заусенцы и шлифует сухие участки. Коричневый самый грубый. Они мягкие и эластичные. С мелкими абразивными вкраплениями. И ноготи кожу повредить практически невозможно. Но правда они быстро и стираются. Это не одноразовые фрезы, они прекрасно переживают сухожар. Единственный минус, чуть-чуть сыпятся. Вид кутикулы после обработки такими фрезами блестящий и ухоженный. Плюс в том, что после шлифовщика она долго сохраняет вид и дольше не грубеет и не отрастает. Работа с ними такая же, как на первом этапе с пламенем. Скорость чуть меньше. 10-12 тысяч. Так как они из-за большого объема тоже могут подпекать. Также можно на возрастных руках из сильно сухой кожи в конце маникюра выполнить шлифовку с помощью масла. Или еще лучше воска для кутикулы. Как я говорила ранее, мне нравятся вот такие пули с острым носиком. Так как шлифую я не только валики сверху, но и в пазухах и сам срез. Служат эти фрезы недолго для меня. Когда носик истирается, а его уже не будет после 3-5 маникюров, я эту фрезу убираю. Хотя она вполне дееспособна и может еще служить в работе с открытыми и нетруднодоступными участками кожи. Маникюр готов. И перед покрытием я убираю пыль. Тот, кто смотрит этот канал давно, знает, что я использую для этих целей влажные салфетки и апельсиновую палочку. И не использую антисептик, чтобы дополнительно не пересушивать и так сухую кутикулу. Причем я довольно часто перемещаю салфетку, сдвигаю ее на чистое место. И получается достаточно чисто, чтобы даже самая жидкая база никуда не затекла. И сейчас слабонервных прошу не досматривать это видео, так как главный герой травмирован и травмирован очень давно. Как вы могли заметить, при отодвигании кутикулы апельсиновой палочкой я ее разворачиваю. Не острым концом отодвигаю, а как бы боком вот этого срезанного эллипса на конце палочки, чтобы не травмировать матрикс, то есть корень ногтя. Необходимо постараться отсоединить все участки налипшего теригия на натуральную ногтевую пластину и при этом не продавливать ноготь, которые в этом месте достаточно подвижны. Есть совсем мягкие ногти и как правило они у людей с гипергидрозом, это когда ладошки влажные. На таких ногтях кутикула тонкая и налипшая, и в этом случае ни палочкой, ни пушером ну никак не справится. Надо использовать безопасную фрезу. Это ноготь, из-за которого я чуть не приобрела комплекс неполноценности, точнее не из-за него, а из-за частых комментариев в отношении его вида. Итак, это расщепление ногтевой пластины. Правильное название, а не хорексис. У меня это травма матрикса, это не болезнь. Ну, случилось и случилось. И в моем случае уже навсегда. Конечно, хотелось, чтобы мастера такого никогда не допускали. Что же произошло? Это было в глубокой молодости аппаратного маникюра, тогда еще не было. Пушеры металлические были-то не у всех. В общем, на очередном маникюре мастер сильно ткнула мне апельсиновой палочкой в пазуху при отодвигании кутикулы. Травма была точечная, и в этом месте клетки матрикса повредились и перестали делиться. Соответственно, вы видите это как полоску через весь ноготь. Но так это выглядит под искусственным материалом. У меня на ногте тонкий слой базы. Если такой ноготь не покрывать, то эта полоска превращается в трещину, начинает раскрываться и поднимать края. Соответственно, под ней живые ткани. Конечно, без искусственного покрытия такой ноготь я оставить не могу. Потому что если оставить, то его необходимо заматывать или заклеивать и обрабатывать. Так как он цепляется краями трещины и в открытую рану может попасть все что угодно. Одним словом, больно, неудобно, некрасиво и опасно. Плюс на фоне какого-то неправильного или недоухода может присоединиться инфекция. Искусственное покрытие все эти вопросы сразу снимает. Но и здесь у каждого свой случай. Все индивидуально. Потому что это лично мой случай восстановлению не подлежит. Так как у меня травматический анихорексис. Но в некоторых случаях ноготь можно спасти. Что делать, если вы вдруг увидели на ногте, что от кутикулы или от свободного края начинает раскрываться ноготь. Необходимо обратиться к подологу или дерматологу, чтобы состояние не усугубилось. При отсутствии лечения, как я уже говорила, на своем собственном примере трещина будет увеличиваться. И дойдет до свободного края или до кутикулы. Разделит ноготь на две половины и спровоцирует отслойку от ложа. Кроме того, нарушение целостности пластины открывает доступ для патогенных возбудителей. И нередко приводит к бактериальным или грибковым инфекционным осложнениям. Врач оценит тяжесть и предложит лечение. Это лечение может занять до полугода, но попробовать стоит. Мастер маникюра также вполне может помочь в процессе лечения и обеспечить должный уход и вид поврежденной ногтевой пластины после консультации с врачом. То есть, уже открытые участки трещины покрывать, конечно же, искусственным материалом нельзя. Но можно покрыть те участки ногтя, которые имеют целостность, чтобы предотвратить дальнейшее расщепление ногтя. На видео я показываю повтор всех действий, которые я показывала вам на указательном пальце. И сейчас на видео зачистка пазух и работа с левым синусом и боковым валиком. Внимательно следить за расположением фрезы трудно начинающему мастеру. С приобретением навыков все это доводится до автоматизма. Сухарей, конечно, предостаточно в пазухах, но поддавливать на фрезу не рекомендую. Кожа в пазухах хоть на вид и сухая, но нежная. И любое прижатие фрезы с усилием, если не травмирует, то создаст неровность на поверхности кожи. И как следствие, это будет заусенец. Я вообще сторонник, лучше не дотереть, чем перетереть. На правой стороне ситуация полегче. И это заметно невооруженным взглядом. Заглядываю в горизонт и надо дочищать левую сторону. Шаром шлифую валики и срезаю кусочки. Поставила ось фрезы параллельно и развернула под углом 45 градусов к линии валика. Это для шлифовки внутренней поверхности валика и еще большего поднятия юбочки. Более перпендикулярно к кутикуле для среза и шлифовки. Разворачиваю вместе с изгибом. Приподнимаю. Меняю угол и срезаю. Приподняла, развернула, срезала. В синусе опять разворачиваю фрезу. И боковой валик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Силиконовым шлифовщиком дорабатываю и валики, и пазухи. Продолжение следует... 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 Убираю пыль влажной салфеткой и апельсиновой палочкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все хорошо, но все равно не нравится мне эта сторона. Вот эта маленькая крошинка, крошечка, знаю как сказать, на моих арочных выпуклых ногтях и при глубоких пазухах, да еще и при объемных валиках может спровоцировать затек. Поэтому доработаю я ее пожалуй. А с правой стороны все хорошо. А вот эту штучку надо постараться убрать. Мой вам совет друзья, никогда не работайте тупо на автомате по схеме. Вы должны видеть, смотреть что вы делаете. То есть я имею ввиду, вот вас научили три прохода и вы делаете три прохода. А может там и не нужно будет три. Или нужен будет один. То есть после одного чисто будет. Зачем еще тереть кожу? Так, она ушла быстро и красиво. Теперь все почти идеально. Почему не сказала идеально? Придерживаюсь мнения, что совершенство недостижимо. Нет ничего идеального. И всегда можно что-то найти и что не так. Я сделала на нем черную базу, бескислотную. Покажу в следующем видео и ее и остальные оттенки тоже. Хочу расширить эту линейку. Очень она мне нравится. Комфортная и в носке и в снятии. И я конечно поставила на него королевское сердце. Но не знаю друзья, кому-то это не нравится. Мне уже прилетело типа ужас. Ну так-то и хорошо, что мы все разные. И нравится нам разное. Я вообще не против высказывания мнений и оценивания чего-либо только с точки зрения своего субъективного вкуса. Что называется вкусовщиной. Но человек человеку рознь. И это так заметно по комментариям. Друзья, даже хейт это отдельный вид искусства. Как говорится, дабы дурь каждого была видна. На этом все друзья. Благодарю от всей души, если досмотрели до конца. Не надеюсь, что было полезно. Так как по сути ничего нового не сказала. Новеньким привет. Очень рада вам. Жмите на колоколец, когда подписываетесь. Чтоб не пропустить. Это у меня с самодисциплиной проблемы в последнее время. Я все реже и реже здесь. Работы много. Надеюсь, до скорого, друзья. Всем пока.